МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня возгорание в Тюмени. Ощущение такое, что эти проверки прошли, и опять начинают забываться страшные минуты, страшные моменты, когда в огне в Кемерово погибли 64 человека. И мы не устанем повторять вновь и вновь, пока до сознания людей не дойдет одна простая истина. Уже не то время, когда можно уповать на кого-то, вот придут доблестные спасатели, спасут меня и так далее, людям уже пора задуматься о собственной безопасности самому. И в начале нашей программы мы подготовили такой видеоматериал, что же предлагают в качестве средств спасения, не дай бог, конечно, в таких случаях, как пожары в многоэтажных зданиях, задымление в подъезде и так далее. Подготовлен нами видеосюжет. Давайте. Мы сегодня рассматриваем те средства спасения, которые существовали и, скажем, до событий в Кемерово. Они предлагаются и сейчас. Просто немногие об этом знают. Давайте мы промоделировали ситуацию в многоквартирном доме. Хозяин квартиры Альберт просыпается от того, что чувствует запах дыма. В первую очередь он понимает, что ему нужно защитить органы дыхания. Первым делом он натягивает одежду и достает вот этого. Это называется капюшон универсальный защитный с фильтрующим элементом Феникс 2. Он продается вот в таких вот таблетках. Срок хранения 5 лет. И у него есть 30 минут, чтобы, скажем так, безопасно дышать в условиях задымленности. 30 минут – это очень много. Это можно спастись самому, передать другому, спасти целое здание, наконец, целый подъезд вытащить. В условиях, еще раз говорю, задымление. Он, надев капюшон, он бежит, пробирается к входной двери. Открыв входную дверь, он видит, что в подъезде уже, конечно, бушует открытое пламя и решает спастись через окно. Здесь на помощь приходит еще один пункт нашего сегодняшнего расследования. Это система аварийного спуска «Самоспас», которую Альберт достает из того места, где он укромно лежит, дожидая своего часа. Его час наступил и проходит на балкон, откуда можно спуститься. Здесь на свежем воздухе предстоит развернуть систему аварийного спуска. Представляет собой косынка, которую Альберт надевает на себя. Рулон стального троса. Стального троса длиной здесь какой вариации? 15 метров. Этого вполне достаточно, чтобы спуститься с четвертого этажа, да? Да. Да. И давайте мы сейчас продемонстрируем, как система одевается и как она функционирует. Наши зрители становятся первыми, кто принимает участие в реальных испытаниях системы аварийного спуска «Самоспас». Тут небольшая оговорка. Будем считать, что здесь установлена требующаяся по инструкции надежная анкерная точка. Так как Альберт сам имеет допуск высотным работам, он сделал, скажем так, временный анкерный узел специально для наших исследований. Вот эта вот система, будем считать, что это надежно закрепленный настенный анкерный узел. И вот, закрепил косынку, закрепил все карабины, и сейчас Альберт произведет спуск. Выкидывает систему. Перелазить через балконный проем и под собственным весом, в режиме, скажем так, достаточно опытного человека, в течение пяти секунд спускается. Ну, на самом деле, средств достаточно немало существует подобных. Ну, такое я вижу впервые. Не скажу, что оно универсально, но, по крайней мере, оно себя оправдывает и вполне может быть пригодно для того, чтобы для спасения сверхних этажей зданий. При строительстве зданий не рассчитаны точки закрепления для подобных устройств. Это уже к застройщикам, да? Это уже, да, это уже к СНИПам, ГОСТам и к строителям непосредственно. То есть, в принципе, если проявить законодательную инициативу, особенно после событий в Кемерово, можно от строителей добиться того, чтобы они, ну, по крайней мере, на балконах делали точки крепления? Да, хотя бы одной точки на одну квартиру было бы достаточно. Было бы достаточно. Спасибо, увидимся в эфире. И мы посмотрели вот этот сюжет. Нормально сняли, да? Да. Нормально сняли, да? Андрей, вы были непосредственным участником вот этих испытаний. Ваше слово как профессионал, да, человек, который достаточно большое количество лет имеет дело с нештатными ситуациями. Вот это конкретное оборудование, как оно у себя? Ну, мы с подобными устройствами сталкиваемся уже больше десяти лет. Они разные, у них разное качество, разные свойства. Поэтому все равно все улучшается, и недостатки, которые мы выявляем в процессе, они исправляются. Поэтому не скажу, существует ли лучше или хуже, но тем не менее, это неплохое средство, его можно использовать. Некоторые наши читатели в социальных сетях, они говорили, что без достаточных навыков невозможно на этой штуковине спуститься. Ну, скажем так, возможно, но если учитывать то, что любая эвакуация, это вопросы, связанные с паникой непосредственно самого человека, то, конечно, человек прежде всего морально, а желательно и практически должен быть готов к тому, чтобы использовать это средство. Поэтому вопрос обучения людей не снимается. Не снимается? Нет. То есть, все-таки, если человек элементарно боится высоты, как я в данном случае, или жить захочешь не так? Конечно, тут уже психология срабатывает, человек стремится сохранить свою жизнь. Вот эта гамма средств, самоспас, представленная не только у вас, она много где представлена, по идее. Можно приобрести по интернету у вас в салоне, где-то в других местах. Как вы думаете, вообще время сейчас вот такое, проверки торговых центров это ладно, но люди начинают уже думать, серьезно думать, почему у меня в квартире нет огнетушителя, почему у меня нет противогаза и так далее, и так далее. Давайте, вот, прокомментируйте, пожалуйста, ваш подход именно к этому вопросу. Ну, совершенно верно, да, действительно, вот, Дмитрий, вы озвучили. Время такое, что все-таки, конечно, существуют какие-то службы, которые спасают человека, да, которые пожарные и прочее, да, но, тем не менее, человек все-таки должен подумать сам о своем здоровье, о своей жизни, о том, что как он будет сам действовать в такой ситуации и как он будет спасаться. Поэтому и существуют вот подобные средства, и они все-таки, мне кажется, должны быть желательно максимумно у всех, чтобы это все было, чтобы люди могли себя сберечь в такой ситуации. Ну, то есть, по крайней мере, в случае чего он будет знать, что у него есть крайнее средство, к которому он может прибегнуть, да? Да. Это же может быть и огнетушитель, и маска-капюшон, да? Да. В принципе, продуманность вот этих средств, я знаю, что разрабатываются они профессионалами с большим опытом, вы сами непосредственно принимали участие. Есть же, кроме этого, еще и другие, скажем так, вот программы. Ну, именно почему на этих средствах мы остановились, в том плане, то, что они не так сложны, скажем так, в использовании. То есть, любой, в принципе, человек, которому, если, к примеру, он приобретает, мы расскажем, как им пользоваться, да? Как нужно одевать и как вообще, что делать в такой ситуации. В принципе, это запоминается, и человек сможет это применить в такой ситуации. Поэтому тут нету ничего такого сложного, с чего, в принципе, он не смог бы сам реализовать. Да, и я еще добавлю, да, то есть, это устройство подходит не только и для спасения взрослых и женщин, оно подходит и для людей, которые не могут самостоятельно, допустим, выйти с балкона. Малоподвижным? Да, малоподвижным людям, и для детей можно спустить. Вот, есть специальные косынки, которые можно даже младенца положить, и оно из-за нас автоматически его спустит. То есть, я думаю, стоит об этом подумать, в первую очередь, когда хочешь обезопасить своих и близких, и родственников. Тут я бы нюансы заметил, да, все-таки в случае, если семья пользуется этим устройством, нужен человек, который уже внизу находится со второй косынкой, да? То есть, тут же принцип маятника, один спускается, второй поднимается, да? Тут уже, в принципе, мы можем профессионально проконсультировать и предложить определенную продукцию, которая ему нужна, именно ему. И для его членов семьи тоже. То есть, нет такого, что пожарный или кто-то пожарный расчет, который приедет, он должен иметь запасную косынку для того, чтобы и так далее. Да, в комплекте все входит. Можно предусмотреть? Вот такая вот косынка, которая, в принципе, она одевается интуитивно, весит, она выдерживает нагрузку 200 килограмм, то есть, человек весом 80 килограмм, она спокойно оденет. Вот, то есть, одеваем на плечи. Ну, как на видео было показано, в принципе, в принципе, тоже. Да, и пропускаем через это. Все. И здесь за эти три точки просто карабином достегиваемся. Они яркие, их видно будет, и просто их пропустить невозможно. Альберт, как человек, который имеет высотный опыт, можно ли перевернуться вниз головой? В этом устройстве нет. Центр тяжести все-таки у нас чуть ниже находятся головы, поэтому, чтобы перевернуться, это надо очень сильно постараться. И еще один вопрос, который от наших читателей в соцсетях, еще раз. Вот вы, ну, будем считать, что профессионал, да? Да. Альпинист, скалолаз. Можно ли спуститься колбасочкой, то есть, просто падать? Да, колбасочка, можно спуститься, даже, как бы, это, все зависит от веса его. Автоматически задает темп скорости, метр в секунду, вот, вам практически ничего не надо делать. Вы просто перелазите через окно. Самое сложное, это выйти, скажем, в окно. Сделаешь? Барьер, да, не где такой. А далее уже человек успокаивается, спокойно он спускается, и абсолютно никаких травм. Александр, если бы, ладно, перейдем, скажем так, от частного жилого сектора, да, к неким социальным объектам, каким-то офисным учреждениям, административным зданиям и так далее. То есть, есть спектр продукции, которая, ну, куб жизни тут же, да? Вы, опять же, лично испытывали, знаете, как приземляться на него и так далее. Вот такие вещи в арсенале хозотделов, скажем так, тех же административных зданий, офисов, офисных центров? Ну, хороший вопрос, конечно. Ну, на самом деле, да, я считаю, что, ну, мое обывательское мнение, да, я считаю, что все-таки руководители и владельцы подобных заведений, допустим, ну, тех же, не знаю, торговых центров, да, все-таки должны как-то позаботиться о своих посетителях на тот случай, если пройдет какая-то чрезвычайная ситуация, и нужно применить и ознакомиться, какие есть все-таки средства защиты. Что можно применить, допустим, до того, как приедет, может быть, пожарные расчеты там, либо еще что-то. Хотя бы, ну, как минимум, да, чтобы были, вот, не знаю, самоспасатели, да, чтобы какое-то количество было, чтобы люди могли взрослые и дети, и спасти кого-нибудь там помочь, помочь выйти или еще что-то. И к тому нюансу, который мы обратили внимание, да, тут есть представители управляющей компании, не секрет вообще ни для кого, что вот строители присутствуют, представители СРО, Союз строителей Якутии, да, не секрет вообще, что даже если, ну, любое здание оснащено какими-то пожарными лестницами и так далее, и так далее. Вы когда-нибудь видели нормально и исправно работающий пожарный люк на балконе, где вот предусмотрена пожарная лестница? Сколько я не сталкивался с такими, или он заварен, либо там на 12-й болт завинчен, что-то типа такого. Вообще, культура обращения с такими путями отхода, скажем так, да, запасными вариантами, вариантами Б, она должна же быть у всех и как-то захламлять там, задвигать мешками с картошкой и так далее, вот эти люки и так далее. Давайте мы сначала к эксплуатирующим, да, хотя вопрос был, конечно, Иль Михаил, все-таки вот насчет анкерных креплений и так далее. Можно ли добиться от проектантов при проектировании жилых домов вот таких вот точек? Ну, значит, во-первых, все здания и сооружения, которые у нас сегодня строятся, больше полутора тысяч квадратных метров, они проходят государственную экспертизу, то есть проект. Проект подразумевает, значит, под собой выполнение всех требований, которые прописаны в нормативной документации, есть так называемые регламенты или по-старому это СНИПы, они разделяются там на проектирование, на строительство, на приемку работ. Соответственно, все проекты, они соответствуют тем требованиям и тем сооружениям, под которые они предназначены. То есть здания у нас подразделяются там, ну, очень много там социальные, значит, жилые, там, места массового скопления людей, и маломобильные больницы, там, социальные, соответственно, у всех у них требования разные. И все эти требования, они точно прописаны у всех СП. Соответственно, то, что касается, вы говорите, заваренные или полученные, там, закрытые на болт, это вопрос уже, скорее всего, не к строителям, а к эксплуатирующим организациям. Вы здесь упомянули там, то, что, конечно, ну, это горе большое, и как бы не хотелось бы к этому вопросу, конечно, возвращаться, но факт того, что произошло большое количество людей в Кемерово, ну, вот, я как бы отслеживаю только по тем информациям, которые у нас проходят в газете, в журнале. Соответственно, там написано, что люди задохнулись из-за того, что дверь была просто-напросто заперта. Тут, если бы дверь была открыта, то есть эксплуатация нормальная, все те эвакуации были бы открыты, то жертв, наверное, было бы намного меньше, и тут больше, опять же, вопрос к эксплуатирующей стороне. Вот. Ну, в принципе, предусмотреть вот тот же, потому что не только же самоспас, есть еще веревочные лестницы, да, штурмтрапы так называемые, да, которые много где в административных зданиях, а куда его крепить-то? Батарея, что ли? Запрещено. Ну, смотрите, да, значит, есть вещи... Вроде бы мелочь, но она же очень-очень значимая. Да, ну, смотрите, еще раз, значит, возвращаясь к строителям и к эксплуатации, есть определенные регламенты, которые относятся к строителям. То есть мы строим те вещи, которые, ну, капитальные. То есть мы строим там лестницы, предусматриваем определенные, ну, согласно проекту, там, пожарные разрывы, соответственно, пути эвакуации, там, размеры дверей, там, противопожарные, там, отсечки, все это должно быть. А есть вещи, которые относятся к эксплуатации. Ну, это мобильные вещи, вот, допустим, ну, огнетушители мы комплектуем, но потом за ними же надо следить. То есть у них есть срок годности, их надо менять. То же самое вот относительно мобильных предметов, которые вы сегодня демонстрируете, да. Это не вопрос строителям, это вопрос, наверное, к эксплуатации. Первое. Второе, значит, касаемо вот этих анкеров, да, ну, по сути, все здания и сооружения, которые прошли экспертизу, они отвечают пожарным требованиям. То есть есть там предел огнестойкой, предел, там, по задымлению, там, и эти требования ежегодно ужесточаются. Там новые материалы выходят, все это, пути, там, эвакуацию людей, они должны быть, там, из негорючих материалов, без образования дыма, без образования пламени, ну, и соответствующие проекты выходят, и они действуют. А к эксплуатации в последнее время тоже там вышли регламенты. То есть эксплуатирующая организация там должна, соответственно, провести какие-то работы и либо снабдить, либо содержать в соответствии все вот эти пожарные нормативы. Ну, и здесь есть какие-то, видимо, отклонения. Ну, момент такой, что эксплуатантами в случае жилищного фонда становятся сами люди, обычные граждане. То есть еще раз, это мое решение, квартира моя, приватизирована, значит, мои собственные находятся. Я должен озаботиться уже тем, чтобы была надежная точка крепления. У меня лежала под шкафу где-то вот фильтр углекислого газа, да, и так далее, и так далее. Вот эти пожарные лестницы и так далее. Ну, вот, к сожалению, мы постоянно с этим сталкиваемся, да. В любом доме, в жилом доме сейчас, как строят там, 14-16 этажей, и первые 2-3 этажа, это соцкульт будет. Там может быть и торговый центр там, или детский сад. Даже люди, заселяясь в новостройку, где уже установлены пожарные датчики в квартирах, там, межбалконные лестницы, люки, к сожалению, демонтируют. Все это, чтобы там... Люди сами? Люди сами, конечно. Во время ремонта демонтируют эти датчики, натяжной потолок туда устраивают. В балконах убирают лестницы, закладывают люки, кафель туда положат, и все. Давайте после рекламной паузы сразу мы вернемся к особенностям эксплуатации домов, квартир, многоквартирных жилых домах. Потому что, еще раз, правильно говорят, это же мы сами делаем. Мы демонтируем пожарные датчики, мы закладываем вот эти люки, мы не знаем, где в конце концов находится эвакуационный выход. После рекламы мы вернемся. Мы задаем очередной вопрос представителю управляющей компании «Солидарность», одной из ведущих управляющих компаний в городе, которые на очень хорошем счету и везде, и у самих жильцов, и у органов, которые контролируют ЖКХ и так далее. Все-таки аспекты проживания в многоквартирных жилых домах. Еще раз, обрывками совершенно получаешь информацию. Допустим, если ты живешь на девятом этаже, не вздумай спускаться какими-то другими путями, беги на крышу и жди спасения. Да, лифтом нельзя пользоваться. Да, да. Еще такие есть аспекты. Ну, в новостройках очень много сейчас нововведений, да. Та же система дымоудаления уже установлена. На каждом этаже это огнетушители, пожарные рукава, гидранты уже сделаны. Это все работает, но опять же, возвращаясь сюда, чем больше будет средств под рукой, тем, я считаю, что лучше тот же самый самоспас или какие-то другие. И каждый человек это должен сам себе в голове проложить, этот путь, когда, не дай бог, коснется такая экстренная ситуация, как он будет действовать, должен продумать это. Ну, что еще добавить? Конечно же, не хотелось бы, чтобы то, что есть, ломали. Лучше что-нибудь про запас себе придумать, да, какое-нибудь средство, а не ликвидировать то, что уже сделано с застройщиками. Со своей стороны мы, конечно же, пытаемся за всем этим следить. Пытаемся? Ну, следим, конечно. Получается? Выведен пульт у нас на консьержный, да, вот, диспетчеризация, все это работает, но остается все дело за людьми. За людьми? Да. Опять же, то есть, каждый будет принимать решение для себя. Или я остаюсь в квартире, обкладываюсь мокрыми тряпками, или я иду в окно, или я бегу на крышу и так далее. То есть, каждый должен позаботиться о себе сам. Андрей Алексеевич. Ну, я хочу тоже продолжить на эту тему, да. Вот проговорили мы насчет, значит, балконных, значит, этих лестниц, так называемых, стационарных, да, при проектной документации, когда строится здание, сооружение. Да, не секрет ни для кого, что, значит, требования сами жильцы, которые являются квартиросъемщиками, да, и те, которые являются частниками, да, которые могут приватизировать жилье, и в своей квартире они вправе делать все, что, как бы, им заблагорассудится. И в том числе это касается балконов. Те лестницы, которые предусмотрены, да, по требованиям, по правилам противопожарного режима и так далее, по правилам пожарной безопасности, так скажем. Их, конечно, демонтируют, и это сплошь и рядом, это все знают об этом. Но мы действительно забываем, мы забываем о тех нормах и правилах, которые мы должны соблюдать сами. Вот элементарно находясь в своем собственном помещении, в жилом, да, мы же не бежим, когда у нас сломалась розетка или там, допустим, заискрилась розетка, да, мы ее стараемся исправить или вызвать службу или электрика того же, чтобы он ее исправил и починил. Если у нас где-то, значит, перенапряжение где-то скачет, мы же тоже, как бы, реагируем на эти вещи. Но мы забываем об элементарных требованиях сохранения собственной жизни, требованиях безопасности, понимаете, в собственных домах проживая и забываем об этих вещах. Да, те же балконы у нас многие, значит, и утепленные делают, и потолки там навесные, и все это, естественно, демонтируют. Вот, но хотя бы элементарные требования, да, сейчас вот я говорю, мы, как вы знаете, да, у нас социально ориентированная некоммерческая организация, значит, у нас большой спектр деятельности, в том числе и по обеспечению пожарной безопасности населения. Вот у нас действительно, у нас доходит до абсурда, у нас пока что-то не случится, такое вот, когда действительно касается человеческого горя, особенно когда страшно, когда погибают дети, ну, в том числе и взрослые, конечно, и пожилые люди, и просто мы все люди. Мы только начинаем потом сотрясать воздух, мы начинаем думать о том, что это нужно соблюдать. У нас кто, скажите, вот, пожалуйста, вот входит в торговый развлекательный центр и обращает внимание на план эвакуации? Покажите мне хоть одного человека, кто это делает. Хотя бы элементарные знания, где, куда идти, в каком направлении двигаться, кто обращает внимание на те знаки, которые установлены на лестничных, значит, на лестничных маршах, где, какие выходы у нас висят таблички, если он даже неисправный, а он должен гореть, как минимум, да, в этих учреждениях, в зрительных, в культурно-зрелищных учреждениях. Кто у нас забывает вообще, кто у нас может, вот любого человека сейчас с улицы заведи, и как пользоваться огнетушителем. Но это элементарные требования, которые нам необходимо самим соблюдать и иметь даже дома, понимаете, в целях собственной безопасности. Даже на первом этапе развития пожара, хотя бы для самоспасания, мы можем воспользоваться тем же огнетушителем. Вот средствами, которыми вы сейчас привели пример, и есть те же лестницы, с которых, допустим, с третьего, с четвертого этажа мы можем самостоятельно спуститься до прибытия основных сил, да, пожарных подразделений, или службы спасения, или там медицинных катастроф и так далее. Мы забываем просто-напросто о тех элементарных требованиях, которых мы сами должны соблюдать. Учить своих детей и быть, сами, как бы, соблюдать свои, свою сохранность, отвечать за сохранность своей жизни. Но у нас получается так, что у нас действительно, когда далеко ходить не надо, не так давно прошли события в Кемерово, вчера буквально пожар в Москве с гибелью, да, человека, и сегодня уже в Тюмени. Это о чем говорит? Даже когда все уже контролирующие органы и надзорные органы, уже все свои рычаги включены по проверке всех зданий и сооружений, да, торгово-развлекательные центры, культурно-зрелищные учреждения, и тем не менее, а что говорить о нас, о нас, о обывателях простых, да, о людях, которых мы все живем, проживаем и в высотных зданиях, сооружениях, а люди, которые отвечают за, на производствах находятся, которые отвечают и несут ответственность по пожарной безопасности. Почему такие грубые нарушения выявлены вот конкретно по, в Кемерово ситуации? Эвакуации сплошь и рядом, пути эвакуации закрыты, значит, на такие замки, что там бесполезно. Ни ломом, ни каким-то подручным инструментом невозможно не открыть ничего. Начиная с пожарной сигнализации, начиная с тренировок, которые, как минимум, должны проводиться. Понимаете, люди должны подготовлены к этим мероприятиям быть. Андрей Алексеевич, я тут хочу в защиту обывателя, то есть нас за миг, да, если человек проживает в частном секторе, он гораздо сильнее задумывается об этом, да, потому что, ну, размывается, когда многоквартирный дом, собственность вроде бы, ну, квартира же моя, площадь моя, размывает. А когда строение мое полностью, да, то уже, извините. Когда человек проживает в частном доме, он проживает, во-первых, в деревянном доме, это быть надо, ну, как сказать, просто неразумным, наверное, человеком, чтобы элементарные требования пожарной безопасности, там, по той же, там, по содержанию электропроводки, да, по первичным средствам пожаротушения даже, в том же, у всех есть надворные постройки, гаражи и так далее. И там тем более нужно это все. А у нас же имеют место случаи, когда даже в частных жилых домах пожары происходят, как минимум это в ночное время в основном, в основном, когда люди спят, когда люди подвержены вообще, значит, отравлению угарными газами, да, из-за того, что они находятся в спящем состоянии. И дети, и взрослые, и у нас сплошь и рядом такие факты имеют место. Поэтому вот эти средства самоспасания я просто хотел бы озвучить, да, и сказать, что нам самим людям надо задуматься об этом. Вот сейчас вот, поверьте, что сейчас вот у нас в торговом доме, да, у нас, значит, в Якутском республиканском отделении у нас каждый день, каждый день поток людей. Скупают все буквально, начиная от огнетушителей, пожарных рукавов, пожарных ящиков, пожарных щитов, начиная с журналов, которые должны быть заведены, да, в организациях, в учреждениях. Все, значит, пожарно-техническим минимумом до 40 человек у нас приходят с организаций. Это же о чем говорит? Люди-то все равно, как бы, мы эту тему поднимаем и говорим об этом. Да, как на эту тему, наверное, говорить надо повсеместно и развешивать какие-то баннеры, билборды, постоянно говорить об этом и проводить занятия. Мы эту работу проводим, конечно, потому что у нас, как бы, мы на это, в общем-то, социально ориентированная у нас организация, да, и мы этим занимаемся вплотную и со школьниками, и со студентами, и проводим и соревнования по пожарно-спасательному спорту. Активно, постоянно занимаемся этим. И обычно все это в средствах массовой информации, в интернет-порталах мы все это выставляем. Андрей Владимирович, вот вы говорили про алгоритм во время рекламной паузы, алгоритм действий при эвакуации. Эвакуация может быть не только при пожаре, может быть все, что угодно, землетрясение, война. Есть федеральный, республиканский закон о защите населения в чрезвычайных ситуациях. И, ну, не каждый человек должен изучать закон. Я бы просто посоветовал людям, сейчас все пользуются интернетом, наберите одно слово «эвакуация», и вам выходит столько и ссылок и на законы, и различные, значит, учебные материалы, где и рассказывать, что такое эвакуация, и как к ней приготовиться. Вот как раз вопрос готовности людей к тому, что возникнет такая ситуация, и она может возникнуть, и что должен человек, какие действия сделать, чтобы приготовиться к этому, там тоже написано и расписано. Простой пример. Все прекрасно знают, что для эвакуации самое лучшее, чтобы основные документы, допустим, какие-то денежные средства хранились в одном месте, чтобы можно было быстро взять и уйти. Но у кого это готово? Если спросить у каждого, я думаю, что большинство скажет, что это не так. Заныкано понычка. Да, и поэтому человек теряет драгоценное время для того, чтобы как раз собраться, и ему потом не хватает этого времени для спасения собственной жизни. Именно времени. Вот самое драгоценное в экстремальных ситуациях, ситуация, когда происходит что-то страшное, это нехватка времени. И я склонен очень хорошо оценить ту продукцию, которую мы видели, потому что, ну, ладно там одеть противогаз, да, это же целое дело. Там вынуть, проверить фильтр там и так далее, и так далее. Капюшон просто вытащил, стряхнул и одел, да. Это справится даже ребенок. Застегнуть карабин при наличии хорошего опорной точки, да, и просто шагнуть. Да. Это тоже время. Это несложно. Это несложно. Это несложно. Да. В конечном результате это несложно сделать. Когда человеку угрожает опасность, в любом случае человек способен, все равно для чувства самосохранения у него всегда присутствует. И если даже есть какая-то преграда, все равно человек в этой ситуации действует стремительно. И случаи показывают, что даже в безвыходной ситуации человек, ну, в любом случае приходится либо спрыгивать, либо, если есть такие средства для самоспасания, так лучше им воспользоваться. Товарищи, сколько стоит огнетушитель? Огнетушитель стоит порядка двухлитровый ХОП. Пять, девятьсот рублей у нас. Девятьсот рублей. Вот это... Ну, что такое девятьсот рублей по сравнению с человеческой жизнью? Да. Да, ничего. Маска сколько стоит? Около двух с половиной тысяч. Около двух тысяч, да? В принципе... Пять лет. Да, пять лет хранится. То есть для семьи из трех человек три маски где-то там отложить, с отпускных отложить и так далее. Но это не те деньги, которые... Это не те деньги, да. Жизнь-то дороже. Совершенно верно. Человеческая жизнь намного дороже. Лишний раз, чтобы купить телевизор на кухню, вместо того, чтобы, да, Я бы лучше купил лебедку и положил рядом с балконом. Просто так. Дело в том, что вот правильно подметили, что у нас доступ в интернет, сейчас порталы, да, на сайты. Ну, доступ информации очень громадный. Другое дело, что кто на это смотрит у нас, опять же, да. Мы должны сами, как бы, проводить вот работу, вообще, вот, и служба спасения, и противопожарная служба, и отделы надзорной деятельности, естественно. Это взаимодействующие те структуры, которые этим занимаются профессионально. Но мы же должны это еще и, как бы, сами соблюдать в быту, да. И об этом говорить не так, что вот проговорили сегодня и забыли на завтрашний день. Это нужно просто... Ну, это некая культура, да? Да, свою культуру. У нас же люди, как бы, вот, мы привыкли на русский авось, как говорится, полагаться, а со мной такого не произойдет, со мной такого не случится. Но мы никто не застрахованы от этого, понимаете? Мы вот так же могли находиться на месте тех же граждан, куда в выходной день пойти с ребенком в развлекательный центр, понимаете, и оттуда просто не выйти. Это же страшно просто. А граждане могут ли, заходя, допустим, опять же, в торговый центр и так далее, у персонала поинтересоваться? А имеются ли у вас дополнительные средства, допустим, спасения при случае чего? Да меня пошлют же. Ну, поинтересоваться-то можно. Поинтересоваться можно, но что они ответят, вот это второй вопрос. Они скажут, а что тебе это? А если там будет написано, у нас вот, 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 вот и так далее, ну вот эти вот, где эвакуационные схемы, да, выходов, аварийных выходов и так далее, еще плюс есть вот это, вот это. Почему у нас вот эти таблички не на пылинтусах, как везде, в мире? И каждый руководитель, если он сам несет ответственность по пожарной безопасности, он на своем объекте должен поставить работу так, что соблюдал и персонал, и рабочий, и обслуживающий персонал. Все требования, в том числе, начиная от входа в здание, да, работа пожарной сигнализации, системы оповещения, системы пожаротушения, внутренние пожарные краны. Мы же видели факты, да, что открыть пожарный кран невозможно, при открытии там вместо пожарного рукава там бумажки или мусор какой-то, хлам, да, лежит. Это же тоже факты имеют место. А это должно, как минимум, находиться в исправном рабочем состоянии на тот случай, чтобы это можно было применить. Я в завершении, подытоживая, хотел бы просто к людям обратиться и сказать, вот вы на 9 этаже живете, да, вот представьте, что что-то случилось, просто представьте. И к вам выдвинулась пожарная лестница. Сколько она, 30 метров, да? Ну, 35. Если я вел, 35 метров, да. И достаточно ветрено. Вы сможете по ней спуститься? Без сопровождения. Без сопровождения вряд ли. Ну, я просто говорю, что когда амплитуда колебаний до полутора метров... Я выхожу, что если она подъедет еще. Хорошо, если она подъедет, потому что парковка внизу будет заставлена машинами. Вашими же. Это у нас, да. Нашими же. В нарушении тоже есть и в нашем городе, да, и не только в нашем городе. У нас сейчас техника век тоже, как говорится, скоростей, да, они стоим на месте и усовершенствуются. И пожарная техника, и оборудование, и аварийно-спасательное оборудование, и пожарно-техническое вооружение. В том числе и техника. А техника, естественно, это не как это было во времена Советского Союза, да, на базе ЗИЛО в 131-130-х. Сейчас уже техника идет на базе, там, и века таких машин, ну, больших, крупногабаритных магирусов, там, и так далее. В смысле, они в случае чего, вот эти легковушки замыкнуты? Имеется в виду, что у нас при застройке, да, зданий, сооружений, у нас не предусмотрены площадки для прохождения спецтехники. Я имею в виду государственные противопожарные службы. У нас есть техника, которая просто так заехать во двор, внутренний двор здания, просто нет возможности. И это есть сплошь и рядом. А мы, 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 мы сами, да, мы припарковались как долбай, мы припарковались как совершенно неразумные люди, да, и вот это вот все создаст именно те, вот это стечение обстоятельств, при котором случится что-то нехорошее. Не хотелось бы никому пожелать вот этого, чтобы что-то подобное было. И еще раз говорю, спасение утопающих, на самом деле, дело рук самих утопающих. Прошло то время, когда можно было уповать полностью на какое-то государство все обеспечит, на вот эти аварийные службы все обеспечит и так далее, и так далее. Если у тебя есть хотя бы один боевой патрон, который сможет вовремя выстрелить, это будет нормально. Я не имею в виду конкретный патрон, а средства спасения, противогаз, огнетушитель, пожарный шланг, штормтрап, лебедка, все что угодно. Что потом поможет спасти вас, ваших детей, ваших близких? Давайте об этом подумаем. Пока не пока петух клюнул, а вот уже сейчас. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова